12 ноября в гимназии номер 2072 прошел фестиваль «Наши общие возможности». Образовательные комплексы районов Ивановская, Новогиреево, Перово приняли эстафету второго фестиваля межрайонных советов-директоров, который в этом году прошел по девизам «Готов к учебе, жизни и труду». Скажите, откуда у вас такие великолепные костюмы? Это костюмы гимназии 2072. У нас в рамках дополнительного образования, на занятиях в театре, в театр моды. И мы подготовили вот эти костюмы, шили целый год. Коллекция называется «Москва-Затоглавая». То есть это не просто так, это стилизованные храмы московские. Вот, и каждая девочка обозначает какой-то храм. Кто-то храм Госпасителя, кто-то храм Василия Блажина, ну и так далее, и тому подобное. И руководитель этого проекта – Давыдову Маргариту Александровну. Гостей фестиваля ждали на трех площадках, одной из которых стала гимназия 2072, где гости фестиваля смогли познакомиться с особенностями участия в общественном управлении с современным образовательным комплексом от школьного лидера до лидера страны. С получением кадетского образования есть такая профессия – Родину защищать. Узнать, как сделать безопасность дорожного движения нормой жизни, а также найти ответы на самый главный вопрос – кем быть. Здесь были представлены профессии, связанные с программированием и робототехникой, биологией и химией, а также творческой профессией, как писатель и поэт. Одним из важных направлений современной школы является преподавание информатики и робототехники. Ведь наша задача – развить современного, грамотного человека. Но к информатике имеет непосредственное значение. Посмотрите, пожалуйста, на эти детали. Мы можем не только из лего собрать, но и запрограммировать робота по нашему желанию. То есть он будет выполнять наши задачи. Но чтобы программировать, естественно, нужно знать информатику. Поэтому из робототехники мы плавно переходим в информатику, а из информатики мы плавно переходим в электронную робототехнику. В течение всего мероприятия проводился интерактивный социологический опрос на актуальные темы современного общества. Гости фестиваля смогли принять участие в мастер-классах, которые провели лучшие педагоги и преподаватели дополнительного образования. Гостей ждали увлекательные образовательные и деловые игры. Дети и взрослые смогли принять участие в спортивных соревнованиях, посетить мастер-классы по акробатике, карате и дзюдо. На данном мероприятии каждый из гостей смог познакомиться с творчеством замечательной петербургской поэтессы Дарьи Петровой и Евгении Форой, а также попробовать себя в роли писателя, поэта, написать какое-то литературное произведение. Это мероприятие направлено на нравственно-эстетическое развитие детей и молодежи. Нам очень приятно, что нас пригласил Иван Александрович Хованцев на Ваше мероприятие, и мы рады представить свое творчество на этом замечательном празднике и рассказать также о писательской деятельности. Я хочу сказать о том, что поэзию и литературу нельзя научить любить, но можно научить понимать ее. И вот поэтому наш приезд сюда, мы рады представить всю литературу, поэзию, представители Санкт-Петербурга, чтобы дети поняли, как важна наша литература, как важно себя почувствовать в ней и, конечно же, найти именно себя в дальнейшем. И хотелось бы еще добавить, что как таковой профессии писателя ее не существует. Но на самом деле у нас вся литература держится на тех людях, которые посвятили себя этому мастерству. И для нас очень важно показать эту деятельность молодому подрастающему поколению. Может быть, кто-то из них тоже будет выдающимся, известным и знаменитым писателем в нашей могучей России. Для всех желающих работал пункт психолого-педагогической службы, на котором квалифицированные психологи и логопеды отмечали на вопросы гостей фестиваля. В дошкольном отделении гимназии 2072 было не менее интересно. Педагоги и организаторы мероприятия постарались на славу и организовали у детей занимательные занятия. Ребята познакомились с профессией строителя, фотографа, врача и дизайнера. Я сегодня создавала обложку для книги. Девчонки, вам сегодня понравилось? Да, очень. А что больше всего понравилось? Химия? Да, химия. А что понравилось? Ну, мы на химии делали всякие различные эксперименты. Нам это понравилось. Мы даже не знали, что такое химия. А сейчас мы все это узнали и кто-то не забываем об этом. Там красивые такие. Мы проэкспериментировали с колбасой, проэкспериментировали с шоколадом, с помадой, с помадой проэкспериментировали. И нам очень понравилось. Да. И нам почувствовали. Субтитры создавал DimaTorzok